идут вдоль полевой дороги справа у нас поле слева озеро и вот потихонечку началось шкребочек попался с набалдашником и вот здесь тоже такое железо кусок культиваторной лапки вот в такое вот замечательное место я сегодня приехал за моей спиной старое озеро и сейчас походим по кругу походим вдоль полей потом спустимся наверное к ферме если ничего не будет ну уже кое-какой результат есть и это хорошо походу немецкая гильза сейчас будем смотреть она самая на советской поливочной системе попадается сегодня снова на той самой кучи где копали решетки и вот она еще какая-то интересная болваночка тяжелая литая да смотрите какой к точек интересный он у хорош килограмм 8 так на скидку да вот такая вот приятная бандурин к попалась что-то конкретные видите как ходит но она не ли то и какая-то крышка типа крышки от бочки что-то такое сейчас попробую выдернуть и до штатива неудобно ну да так и и думал крышка от бочки килограмма два три уже хорошо ну и снова в в этой же кучке в принципе уже знакомый сюжет шкребочек хорошенький они здесь такие массивные на этой ферме бывали что более какие-то тощие попадались вот этот вот хорошенький в общую копилочку пойдет как как родной какая-то плита было бы хорошо конечно чтоб такая как в прошлый раз пока не знаю сейчас попробуем ее поддеть станет видно тоже неплохая кстати была такая прошлый раз только поломана это целенькая эти с ножками такая интересная кто знает от чего она могла использоваться на ферме отпишите будет интересно снова светлый момент что-то хромоская там стучит такое но она не сильно ли то я скажу гнется зараза вот так сейчас посмотрим что это все идет перемешку опа что-то еще пошло вот здесь интересно похоже что шкребочек да вот видите все идет перемешку шкребок транспортерная лента маленькая они есть побольше поменьше сейчас попробуем ковырнуть вот эту вот фигню похоже на лопату хотя не для лопаты сильно крупно ладно сейчас будем обкапывать ну что что-то хорошее листовое должно уже пойти вроде его лист какой-то непонятный с уголками ну да стандартная шляпа частенько такое попадается неопознанное какое-то листовое бортовое чехрем пойми шо ну короче как то так ну что ребята тянем первую волокушу за исключением кое-каких вот железок ну что вот такой вот результат у нас из интересного конечно же вот эта плита и вот тот валик в основном мелочевка вон видите сколько этих сцепок какашек накопали ну килограмм 30 волокуши и тут еще килограмм 10-15 до 50 есть уже сейчас полдень залез вот в такую рыпу которая идет от озера и смотрите ребятки есть поклевка вы только послушайте этот звук теперь главное чтобы она вообще выкопалась не была присоединена к чему-то вот такая вот типа труба или чего того посмотрите какая толщина а таз просто ну сейчас раскопаем немножко и посмотрим достаточно легко пошла но тем не менее вещь приличная вот только посмотрите и так ухты да это на двумя руками о вот это находочка да чего ж тяжелая смотрим о да кусок какой-то трубы да неплохая чушка идем дальше итак пришел старое доброе место немножечко надергал здесь вот как видим конкурирующая фирма не на шутку так лес валит но мы копаем металл у нас другая охота и вот здесь вот непонятно ли то или труба но все равно приятная вещь труба это часть заграждения где коровы стояли ну естественно мелочь всякая попадается ей и радуемся ей думаю неплохой вес сегодня наберем вот так вот пилят короче вообще не стесняются ну и в принципе ничего страшного в этом нет это же не лес вот это сельхозка так скажем которая на балансе у государства относится к минсельхозу здесь в принципе если вы это даже расчистите вам еще и спасибо скажут светлый момент ребята среди всего вот этого вот хлама что-то литое и мне кажется это очень похоже на битую шестерню ага ну да судя по всему оно или нет нет похоже на основание даже от кольчатого катка но все равно плюшка такая я вам скажу не маленькая очень приятная килограмм пять точно я вам говорю ну как видите ребятки место просто а таз я вот буквально за 10 минут уже набрал почти половину волокуши мелочи всякой интересной и вот здесь вот светлый момент появляется что-то интересное шарообразное я думаю вы уже догадались что это и я тоже в принципе догадываюсь это у нас поилочка ребята и она целая офигеть она целая еще и с креплением вот такой вот культурный слой вы можете себе представить вот рядом буквально я вытаскиваю транспортерную ленту ее здесь просто валом она везде но вот этот вот персонаж просто огонь вон даже клеймо сохранилось вот такая вот картина маслом ну как говорится это я удачно пришел вот это вот кусок пластмассовой поилки не что конечно металлу но тем не менее это вот такая вот европейская так скажем голландская тема потому что как я уже говорил в одном из видео ферма была куплена в советское время в 80-е годы в Голландии все оборудование было завезено оттуда и породистые коровы тоже поэтому вот кое-что приехало из-за бугра ну это определенно успех ребята сейчас попытаемся найти край и поддеть ох ема лопату бы не сломать чтобы сделать это в прямом эфире охренеть охренеть плита ребята смотрите какая плиточка да ты что офигеть это какая-то подножечка или что-то в этом роде но вещь приятная однозначно заслуживает варежки вверх ну что ребята я вам скажу это плита это плита здесь не единственная по-моему еще одна надо сейчас зацепиться за край пробовать ее вывернуть хочется сделать это в прямом эфире вот так есть смотрим есть ага это не плита похоже но не то это либо уголок либо ох её это литая да она очень тяжелая ох её ага швеллер какой-то погнутый да интересное местечко ничего не скажешь кусок рессоры ребята пробуем достать ох её есть ну и вот такая вот приятная шестереночка наверное уже напоследок ну что будем считать что это у нас условно вторая волокуша хотя мы помимо волокуши кучу куч разных сделали ну в этой у нас из самого интересного это конечно во это паилка полный азохинвэ идем за другой кучей Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. 170 килограмм, плюс-минус столько. Ну, я думаю, около 150, может быть, 170 в куче есть. Это, конечно, замечательно. Вот так вот мы сегодня походили. Всем спасибо за просмотр. Это был полный Азохен Вей. Смотрите продолжение в следующей серии.